Новая сказочка Мышка-пышка На той же полянке, где обитал зайчик, только ближе к большому дубу, жила в своей норке мышка-пышка. Она была толстенькой, и чтобы быстро передвигаться в норке, поджимала ручки-ножки и просто катилась, словно колобок. Но своё прозвище мышка получила совсем по другой причине. Известно, что полевые мыши запасаются зерном и питаются им круглый год. Мыши домашние всеми правдами и неправдами добывают сыр. А наша мышка покупала в магазине дрожжевое тесто и жарила из него пышки. Возьмёт шмат теста, сделает из него кругляши, бросает в масло на сковородку и жарит, а потом ест, обмакивая в вишнёвое варенье. А то иначе. Посолит и жарит. Тоже вкусно. Но чем больше мышка ела пышки, тем толще она становилась. И вот коридоры норки оказались для неё слишком тесными. «Ой!» — запищала мышь. «Я застряла! Что делать?» Её крик услышала мудрая сова. Она заглянула в норку и посоветовала. «Конечно же, надо вызвать братьев Пузини!» «Это добрые пёсики!» «Они помогут!» Чтобы вызвать братьев, сова сказала волшебные слова. «Пузи!» «Музи!» И трижды хлопнула крыльями, чтобы сработало. В воздухе запахал клубничной жвачкой. И просто из ничего в норке появились два пёсика. Они представились. «Мы братья Пузини!» «Спасите! Помогите!» запищала мышь. «Тебе нужно похудеть!» Сказал один из братьев. «Съедай в день одну корочку хлеба и запивай её водой!» Потом добрые пёсики воскликнули свои волшебные слова «Пузи! Музи!» и пропали, будто их и не было. А мышка, тяжело пыхтя, стала ползать по своей норке. Несколько дней она сидела на диете и съедала утром корочку хлеба, а вечером несколько крошечек. Так мышка немного похудела и уже перестала задевать боками стены. Зато ножки её ослабели! Мышка ходила, шатаясь, и когда ей стало совсем худо, позвала на помощь сову. Сова подумала и сказала, «Всё от сидячего образа жизни! Займись спортом! Утром делай пробежечку и холодные обливания! сразу ощутишь бодрость!» «А без холодных обливаний никак!» спросила мышка. «Лучшие доктора советуют!» ответила сова. И вот на следующий день мышка проснулась, вылезла из норки и побежала вокруг дуба. Ей на голову больно упал жёлудь, и когда оглушённая мышь вернулась в нору, то поняла, что холодные обливания её доконают. «Ой!» запищала мышь. «Что же делать? У меня нет сил!» Она дотащилась до плиты и нажарила себе пышек. Съела одну, потом другую, третью, и так много-много! Почти сразу мышка стала бодрой и сильной, но она снова растолстела так, что не могла даже пройти по норке. «Что делать?» опять запищала мышь. И тут из тайной дверки появился мастер Крот. У него под всей поляной были подземные хода. Так он мог попасть в любую нору и дать совет или помочь. Крот сказал мышке, «Я тебе помогу!» Он взял лопату и начал копать. Копал-копал, рыл-рыл, пока не расширил нору так, что мышке стало в ней привольно. Она могла снова поджимать лапки и катиться, будто колобок по коридорам, и никакие стены ей теперь не мешали. «Спасибо тебе, мастер Крот!» сказала мышка и угостила его пышкой. Крот съел одну, а другой отказался, потому что боялся, что не пролезет в свой подземный ход. А мышка зажилась счастливо и каждый день жарила себе пышки. А когда нора опять становилась ей тесной, звала Крота, и тот расширял стены. Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец!